Сегодня мы затронем немножечко общий момент практики как таковой, который связан не только с медитацией дзеном, но и с йогой в том числе. Учитывая, что на дзен-йога, не просто через черточку, а и фактически, мы стараемся действовать так, чтобы вдох тишина в уме, выдох тишина в уме в паузах, это как минимум, а то и во время всего цикла вдоха-выдоха. То подход к практике дзен-йоги должен быть с определенным пониманием, пониманием какого рода, что далеко не все огромные йогические, тем более человеческие массы находят в себе нечто, чтобы проходить практику подобным образом. Почему так происходит? В своем это можно объяснить и предлагается такая вот версия, что если, так сказать, годы в какой-то степени там до 30, так сказать, в основном формально молодые, то приход на ту же йогу, ну иногда на медитацию, в первую очередь происходит, потому что это необычное для обычной жизнедействие. И по контрасту это привлекает, такого еще не было, такого еще не пробовали, много чего пробуется, энергии много, можно пойти туда, можно пойти сюда, поехать, глядать, прыгнуть и т.д. Это были, там героически посидеть минут 30-40, вот тоже как бы интересно, по-своему интригует. И со временем, если не проявится через такой подход базовый интерес, связанный с тем, что в йоге мы почувствуем приятную потягушку, а связанность с этой правильной потягушкой, правильное дыхание и хронические спецэффекты не пойдут, то это самое условно молодое поколение, ему станет скучно, и оно отбудет на следующие контрастные для себя мероприятия, развлечения, так называемые. И следующим будет каким-то там особым по жизни вариантом жить. Те, кто, так сказать, позднемолодой возраст, они, если вот это все самое не почувствуют, то просто в связи со своими болезнями отпадут. Болезнями, или там, болезнями физическими, или психологическими, когда депрессия в организме, энергии-то меньше. То есть в молодом возрасте, как бы, по, в основном, статистически по определению энергии много. Быть просто радостным, само собой понятно, и быть само собой грустным, не очень молодом возрасте, тоже само собой понятно. И под это подыскиваются те или иные события по жизни. У старших по грустности, у младших по радости. Но тем не менее, все это обусловленности, связанные с просто там, с физическим, психологическим взрослением. Но опять же, вернемся, да, к йоге, и к дзен-йоге в частности. Что если не ощутить базовый вариант, это приятная потягушка мышечная, и связанная с ней, с правильным дыханием, поставленная через правильное дыхание, приятное праническое ощущение, то долго эта песенка не протянется. То есть, потем и младшие, и старшие уйдут в иные сферы своего жития. Если все-таки произойдет понимание приятной потягушки и помогающей пранической ощутимости, пранического удовольствия, связанной опять же с правильным дыханием, то развитием этого дальше должно быть приятное присутствие, то есть медитативное состояние ума. Потому что эта приятность тоже имеет свою засаду. И уход в приятные пранические состояния, это своего рода такое пьянство может быть. Предрасположенные к этому немного, но такие люди есть, в принципе, они нам известны. Можно перейти в это праническое пьянство, когда по телу, вот там глаза закатываются, язык слегка вываливается. Классно я вдохнул, я отпал. Или психологический кайф, когда вот такое вот патока того, что мне хорошо пранически по телу, да, я могу неплохо делать асаны, но по обычной жизни у меня адекватность теряется. То есть я уже даже по обычной жизни не очень-то различаю, где для того или иного социума правильно, что неправильно, что хорошо, что плохо. Потому что я как в кайфе маленького ребенка нахожусь и через это могу шалить тот или иной Бог. Ну, чем старше такие практики, тем более, ну что ли, странным выглядит такое поведение. Ну, пределы его могут быть разными, но это все равно не в ту сторону получается. А вот в ту сторону, опираясь на приятную телесную потягушку, то есть тело, направленное дыхание, праническое, центрирующее дыхание, тут от тандена, от нижнего дентяня никуда не денешься, от этого ощущения, связанными с ним, может быть, больше или меньше по телу, те или иные ощущения, типа центральный канал, меридианы те или иные, переход в приятное присутствие. И тут, как получается, буддийская история, союз блаженства и пустоты, говорят, а лучше сказать, понимающий пустотность. Когда нам в таком состоянии настолько устойчиво, приятно и хорошо, что потребности о чем-то двойственно думать с приятным или неприятным акцентом просто нет. Ну, просто нет. Тело, дыхание, наконец-то, мы вышли вот в такие вот кондиции. И, по сути, когда мы цзэдзеном занимаемся, а учитывая, что до этого мы отделали сейчас динамическую разминку, но можно цзэдзен и после обычной классической йогической последовательности асаны делать, более такой вот плавной и спокойной. Перек тело проработали, дыхание проработали, переходим во внимание, посмотреть на свой ум, то вот в таком вот подготовленном телесном состоянии мы переходим на приятную устойчивую понимательность происходящего уже по уму. И вот тогда те, кто уже постигают это, вопрос о том, чтобы заниматься этим или не заниматься, уже не появляется. Уже само собой понятно, человек личный, не потому что кто-то что-то сказал, или специально приказал, или угрожал, или еще вот эти контрастные удовольствия получаются. По сути, по своей, соединив тело, дыхание и ум, уже в рамках медитации, понимаем, да, вот здесь я ощущаю себя наилучшим образом, и стойчивым образом, недвойственным образом, присутствующим образом, состояние рикпа по терминологии закчета. Вот такой вот подход к практике, постепенно прорабатывая, он дает свои результаты. Конечно, здесь и плюсы, и минусы временами у нас. Каты назад сложнее в жизни становятся, иногда нам что-то больше помогает, ну, скажем, рано больше, вот как сейчас появляется, или там, внешняя среда дисциплинирует большим образом. Но, тем не менее, вот это уже Рубикон перейдет. Вот тут уже можно двигаться дальше. И, по-своему, это как бы верхняя аспирантура, или даже, может быть, докторантура для человеческих существ, которые, вы знаете, какие-то внешние, специальные, привлекательные или урожающие факторы, вот сами по себе понимают, несмотря на эти все привлекательные, урожающие шеи, вот он где, на самом деле, выход. И дохождение до таких кондиций требует соответствующего усердия, соответствующего труда, соответствующих усилий, понимания, в конце концов, приходит, что вот так оно и должно быть. И понятно, что взять большого количества по этому поводу практиков, ну, просто быть не может, поскольку сансара сейчас такая разнообразная, пора не завлечения по тем или иным параметрам на наших территориях в плане ужастиков в последнее время, и сквозь них опять всякие привлекастики уже прорезаются потихонечку, и туда-сюда опять по контрасту, только в плане как релаксации можно там йогу или медитацию использовать. Но тем не менее, если мы таким образом упражняемся и выходим правильным образом, не имеем в виду тело, дыхание, ум, правильная потягушка, правильная позиция тела в асанахе в медитации, правильное дыхание с проническим аспектом, желательно, вот, и правильное устойчивое состояние ума, то, собственно говоря, мы переходим в иное качество. Наша учеба продолжается и приводит нас к таким вот состояниям. Чего мы сейчас практически будем закреплять в сеансе медитации? Yes!